Всем привет! В этом видео поговорим о том, что западные СМИ слили проект документа, который будет принят на конференции в Швейцарии. Западная пресса опубликовала проект итогового документа Коммунике, который будет предложен участникам Швейцарской мирной конференции для утверждения. По данным журналистов, указанный документ не содержит никаких призывов к России, касающихся вывода ее войск с территории Украины. Отмечается, что авторы документа, под которыми, вероятно, подразумевались чиновники американской администрации, стремятся фактом вычеркивания пункта о выводе российских военных с Украины учесть интересы развеевающихся стран Азии и Ближнего Востока, которые поддерживают тесные связи с Кремлем. До этого пункт о выводе российских войск с Украины был ключевым в мирной формуле Зеленского. Однако Белый дом на фоне ухудшения ситуации на фронте пришел к выводу, что Зеленский не может больше безраздельно диктовать свои условия России. Россия больше не рассматривается в качестве проигрывающей страны. По указанной причине украинская формула мира приобрела нейтральный характер. В общем и целом она стала походить на новую китайско-бразильскую формулу мира, которая была представлена мировой общественности в конце мая, а конкретнее – сразу после визита в Пекин российского президента. В новой формуле Зеленского из первоначальных 10 пунктов осталось лишь три условия, которые ранее считались второстепенными. Это пункты о необходимости поддержания продовольственной безопасности на Украине, о безопасности украинских атомных электростанций, а также о необходимости обмена пленными. На этом все. Каким образом огрызок, оставшийся от формулы Зеленского, может способствовать установлению мира на Украине, если в нем теперь не осталось ни слова о прекращении боевых действий с обеих сторон – непонятно. Неудивительно, что интерес к швейцарской фейковой площадке и без того невысокий упал. А тем временем вчера в Нижнем Новгороде прошел саммит с участием министров иностранных дел стран БРИКС, на котором глава китайского МИДа Ван И предложил созвать альтернативную мирную конференцию с участием России и Украины. По данным китайских СМИ, указанную конференцию готова принять этой осенью Саудовская Аравия. Саудовская Аравия